добрый день уважаемые трейдеры компании и маркетс на связи роман корнев и сегодня мы поговорим о том как заработать на новозеландском долларе кстати есть хорошая новость на этой неделе будет повышение процентной ставки об этом мы поговорим и о том как заработать собственно говоря на этом повышении также разберем как заработать на других валютных парах и так поехали вообще новозеландский доллар в целом находится в зоне разворота формируется разворотная фигура голове и плечи до этого был восходящий тренд но я в долгосрочные прогнозы не верю давайте разберем поближе посмотрим на каких коротких движениях мы можем заработать все таки я привет придерживаюсь скальпинга надеюсь некоторые из вас тоже любят скальпинг и посмотрим как мы можем заработать смотрите был была линия поддержки потом эта линия поддержки отработала себя как зеркальная линия сопротивления и теперь цена опять приближается к линии сопротивления если она еще раз да не дойдет вот наш один лучше видно то здесь в районе разворотной точки я отметила синим квадратом в районе цены 0 63 13 можно будет ставить ордера на продажу и зарабатывать на падение можете заходить как отложенными ордерами так и рыночными ордерами смотря у кого как позволяет время досмотрите до конца я расскажу новости по новозеландцу и о том на каких еще движениях мы можем заработать теперь давайте посмотрим другие инструменты на которых тоже можно заработать на серебре я увидел интересную картину мы видим что серебро в таком нисходящем тренде однако наметился разворот и если он продолжится то в районе цены 22 578 мы можем ожидать на разворот чтобы заработать на продаже давайте посмотрим h1 здесь видно что помимо того что есть цена 22 578 также есть еще один уровень выше в районе цены 22 868 это та самая линия зеркальная линия сопротивления которая говорил так вот если цена до нее дойдет то мы можем здесь поставить ордер на продажу а дальше есть цена здесь особо сильно не развернется и пойдет еще но потенциал снижения у серебра в этой зоне очень хороший то можем сделать усреднение усреднение можно сделать вручную а также можно сделать его например моим роботом я сам делал робота для того чтобы пользоваться стратегии усреднений чтобы не сидеть не пялиться в экран поставили робота сделали например у него расстояние между ордерами 300 пунктов вот здесь как раз между первой разворотной зоной 2 как раз примерно 300 пунктов и все он самостоятельность цена дойдет усредниться и закроется в take profit примерно посередине этих двух линий поэтому используйте усреднение главное не забывайте про риск менеджмент кому интересно торговать моим роботом обязательно переходите по ссылке в описании к этому ролику на мой канал и там пишите мне в telegram если вы имеете счет компании и марки сможете при выполнении небольших условий торговать роботом бесплатно австралийские доллары выписывают вот такие интересные зигзаги он кстати хорошо отработал по прошлому моему сигнала от уровня 0 68 обязательно подписывайтесь на моем канале ставьте колокольчик чтобы не пропускать выпуски каждый понедельник я делаю и если цена пойдет дальше то в районе цены 0 69 34 цена также я ожидаю развернется и можно будет заработать на снижение доллар и японская иена движется вверх однако любое движение вверх сопровождается как известно коррекции вниз и если цена пойдет вниз то здесь ее ждет зеркальный уровень поддержки он совпадает с уровнем фибоначчи 23 6 и здесь в районе цены 133 134 можно будет покупать зарабатывать на краткосрочном росте если же цена пойдет еще ниже то здесь ее ждет классическая линия поддержки отсюда в районе цены 1290 13 можно будет покупать зарабатывать на росте евро доллара движется вот так вот активно вверх и поэтому думаю что прям в понедельник он может достичь уровня 23 6 фибоначчи это уровень сопротивления он уже зеркального здесь отрабатывал себя поэтому разворот ему тут практически гарантирован в районе цены 10709 можно ставить ордера и зарабатывать на снижение полный обзор по другим валютным парам инструментом смотрите на моем канале переходите по ссылке в описании но сейчас давайте посмотрим экономические события на которых можно заработать на этой неделе так понедельник у нас единственная новость это базовая кредитная ставка нбк дата китайский банк правда не повышение не уменьшение здесь не планируется поэтому ожидаем только улучшение волатильности во вторник единственное на что стоит обратить внимание это индекс потребительских цен по канаде 16 30 среду решения по процентной ставки новозеландского центробанка кстати я заходил тут на сайт центробанка новозеландии интересная картинка знаете на фоне моря такое спокойствие и вопрос how can we help you today как же мы вам можем помочь сегодня такая знаете клиента ориентированность не знаю конечно главное ли это в работе центробанка но у нас на сайте центробанка нашего я таком не видел и так ставку они повышают и даже не на четверть она целый полпроцентных пункта тут знаете какой нюанс когда ставка повышается обычно на четверть процента да вот мы видим что 025 это значит что обычное движение снижение или повышения она идет на 0 25 процентов и если мы видим что следующее повышение не на четверть пункта сразу на полпроцента то знаешь что они как бы перепрыгивают да а это значит что ставка с очень высокой вероятностью повысится то есть даже если она не повысится до 475 то скорее всего хотя бы до 450 повысится и это очень усиливает вероятность того что она будет любом случае повышена вот а раз она будет повышена то это может сильно повлиять на укрепление новозеландского доллара поэтому имейте это ввиду обязательно подписывайтесь на мой телеграм я стараюсь оповещать о таких новостях и чтобы мы вместе могли заработать ну а вечером не проспите в 22 00 публикация протоколов фонс обычно начинающие трейдеры которые скучают за компьютером вечером иногда пропускают эту новость особенно те кто не проходил у меня профессиональный курс обучения уже под вечер их будет вот эта новость в 22 часа разгоняя просто рынок и съедая депозиты начинающих трейдеров в жарновах рынка в четверг индекс потребительских цен по еврозоне а также ввп по америке ну и в пятницу стоит обратить внимание на ввп германии это может увеличить волатильность евро вот такие экономические события на эту неделю и сигналы полный обзор смотрите у меня на моем канале по ссылке в описании желаю всем успешной торговой недели если было полезно ставьте лайк торгуйте с удовольствием всем пока удачи удачи Продолжение следует...